здравствуйте друзья вопрос я зачитываю когда наступает момент в жизни американца когда нужно покупать собственную недвижимость получил образование устроился на работу и через год другой покупать а если придется переезжать из штата в штат продвигаясь по карьерной лестнице то нужно ли каждый раз продавать и покупать на новом месте новый дом вот такой значит вопрос на самом деле тут два вопроса первый вопрос это вопрос сейчас выйду когда люди покупают второй вопрос что делать если ты вдруг переезжаешь я как бы чисто субъективно до поделюсь наверное другие люди вам по-другому скажут я думаю что так оно наверное и будет но мое видение вот какой значит когда люди покупают недвижимость есть два основных триггера в этом деле значит первый триггер когда им нужно жилье вот как ни странно да такой простой момент женился дети появились вот он взял и купил себе жилье а чё жму значит тут еще дайте том дело в том что когда ты живешь не в своем жилье есть некоторые неудобства состоящие в том что ты с ним не можешь ничего делать вот каждый раз ты гвоздик там должен забить где-то и ты думаешь вот что там мне потом ландлорд скажет я уже не говоря о том чтобы достроить перестроить покрасить поменять там переложить там я не дай бог поэтому съемное жилье оно и есть съемное значит как правильно вопрос этот предполагает когда человек покупает жилье он исходит из некоторого ощущения стабильности или нестабильности пребывания в этом месте дело в том что недвижимость с одной стороны она не очень ликвидна бывают времена когда недвижимость совсем не ликвидна бывают времена когда наоборот вот сейчас там выставил дом смотришь там с одного open house и там 50 офферов и там даже 10 вот а бывает не никак не продаж совсем плохо или там даже за полцены не берут знаете тоже первое значит есть некоторые неликвидность второй момент состоит в том что если даже вы не потеряли в цене но вы должны через год продавать свой дом то есть некоторая стоимость продажи то есть в первую очередь это пять процентов вы платите продающая сторона платит пять процентов брокерам представляющим обе стороны а то и 6 было вот сейчас это последний кризис вот когда в 2009 году начался и ничего не продавалось так вот они стали брать пять процентов а тоже брали 6 и я думаю что во многих местах до сих пор может быть 6 берут значит что такое там 6 процентов от ну я не знаю чего-нибудь относительно недорогого вот на нашей местности относительно недорогое не дешевая а относительно недорогое допустим 800 тысяч дешевая может быть было бы я не знаю там 450 ну вот 800 еще такой 6 процентов и пусть 5 процентов от 800 тысяч сорок тысяч понимаете значит получается какая история когда дом покупал или там что это был таунхаус там он положил может быть там 200 тысяч даунпеймент да и потом значит остальные одолжен 600 значит из своих 200 тысяч даунпеймента 40 он уже обратно не получит ничего себе покупка поэтому конечно хочется чтобы это было подольше и субъективно человек который через год собирается куда-то ехать он скорее всего не купит ничего но бывает что ты субъективно не собираешься объективно может быть так обстоятельства складывается что ехать надо что тут еще есть такой как бы я сказал есть две причины почему люди покупают жилье и что первая причина что нужно жилье тут еще есть момент чтобы жилье купить нужен таки даунпеймент понимаете то есть вы конечно можете истории всякие послушать это это истории правдивые как человек там он сделал zero down payment он вообще ни копейки не положил или он там положил какую-то смешную сумму я когда покупал первую нашу недвижимость это была квартира здесь вот маунтинью мы проехали мимо нее так вот она стоила 130 тысяч смешные деньги сейчас она сейчас наверно уже хорошо так 1600 может быть так вот это же надо сделать down payment и время было такое рецессионное депрессивная был очень низкий базовый и interest rate и они говорят ну сколько вы можете дать ночью они готовы 35 тыс дали бы это было бы вообще прекрасно 5000 понимать сейчас там меньше двадцати процентов ты вообще не подкатишься а то и побольше вот еще год назад они нам и 30 процентов хотели и 40 хотели зависит от того как банки себя чувствуют и какие у них там проблемы то есть в динамике все происходит меняется очень поэтому историю которую вам рассказали сегодня это может быть было 20 лет назад или даже 5 вот то что было пять лет назад не имеет отношения к тому что сейчас происходит даже то что два года назад было не имеет отношения к тому что сейчас происходит но мы как бы в общем да мы говорим недвижимость покупать не покупать когда лучше покупать значит нужно жилье людям и они живут и они чувствуют себя более-менее стабильно в том месте где они живут и мы говорим сейчас о львиной доли населения соединенных штатов ну то есть есть люди которые скачут с места на место но в основном то народ живет на одном месте или все время или довольно продолжительно тоже продолжительно долго живут на одном месте поэтому они так очень знают места пойти когда ты еще покупаешь недвижимость неплохо понимать где ты покупаешь да вот места получше места похуже так с налёту знать прибежала 1 раз 1 1 по проявок купил побежал дальше это хорошоolare покупаешь там 15 а когда ты один раз покупаешь там на 10 лет 15 20 неплохо понимать где ты находишься очень много ошибок связано с тем что люди приехали они новенькие и местности не знают вот я часто вижу говорят скажите вот я могу приехать там вот куда ты купить дом за 200 тысяч а чё тебе дом то покупать я понимаю ты не хочешь рент платить и жалко денег и ты думаешь сейчас приеду куплю дом там за 200 тысяч но дело в том что дом который ты купишь за 200 тысяч бывает что и за 150 потом не избавишься когда дойдет до тебя что ты купил и где-то купил а то что ты купил не то и не там это может очень быстро стать понятным и это как бы типичная ошибка нового эмигран поэтому что тут сказать второй момент состоит в том что люди покупают жилье для того чтобы финансово лучше себя чувствовать вы скажете как же так вот берет на себя моргидж и должен каждый месяц платить какие-то деньги и вдруг на тебе но дело в том что он же каждый месяц каждый год он платит налоги и у него нет списаний если нет недвижимости это значит что он платит налоги на полную катушку а представьте себе например молодые ребята там муж и жена хорошо зарабатывают инженеры ученые там я не знаю врачи ну вот такого плода я пис так называемый young professionals вот эти я пис это же это же они половину денег налоги отдают даже если один человек мы мы знаем людей здесь которые не семейные но но тоже что-то покупают ну потому что невозможно такие налоги обидно грн вот мы например первую нашу квартиру купили потому что нам посоветовал этот налоговый такси первых да вот опять вон год ребята вам надо вам надо что-то покупать и вы начинаете много платить и мы купили кондо а потом мы пожили в этом кондо годик а зарплата в это время росла и мы смотрим нам этот кондо ничего не дает ну то есть дает но это смешно смехотворно по отношению к тому что нам надо было бы списывать и ну и мы купили дом это был очень дорого по тем временам это был чудовищно дорогой дом полмиллиона стоил вы видите что такое было полмиллиона в то время для там иммигрантов которые там три-четыре года в стране и так далее ну так вот вышло но у меня же до бизнес начался вторая как бы третья зарплата в семье по и получилось с этого бизнеса и так быть в общем потянули на грани нам нам еще не очень хотели деньги давать но в итоге дали так вот к чему я говорю в нашем случае то есть нам конечно для семьи нужно было где-то жить но когда мы покупали дом мы сначала квартиру а потом дом мы покупали только потому что у нас начинали налоги поджимать у нас было где жить мы в этом же доме где вы купили квартиру мы в этом же доме и снимали теперь что делать значит две причины осветили первое это просто потребности семьи и второе когда тебя налогами стимулируют чтобы ты приобретал нежели рентовал а дальше все факторы надо взвешивать конечно это от ситуации конкретной зависит и от человека как он себя чувствует кроме того значит купил а вот если нужно избавиться ну или не избавиться но вот ты едешь куда-то в другое место вот что делать если ты прожил в этом доме 10 лет там 15 лет я вас уверяю что где бы это ни было на территории соединенных штатов скорее всего вы можете его продать и с хорошим искать приварка а если все кремниевые долины так и вообще не говорю это может быть очень очень существенная сумма но бывает что не очень хочется продавать когда мы купили дом а у нас была квартира и мы хотели продать квартиру но получалась такая история что если бы мы ее продали мы бы конечно перестали платить моргидж за нее да там это было не помню сколько в месяц там 1300 долларов может наш расход был но дело в том что перестав платить моргидж мы ушли бы оставив там наш down payment вот те деньги которые мы положили down payment они бы ушли на оплату услуг риэлтора квартира в цене не выросла мы там прожили может быть полтора года к этому моменту и как бы ну может быть два и нет смысла что же и мы не потому не продали что мы не хотели продать а мы не продали потому что это было как бы явный такой убыточный для нас операции мы стали сдавать эту квартиру и нам стоило что-нибудь долларов 200 в месяц доплачивать за нее потому что вот у нас было то что называется негатив кешфлоу у нас down payment был очень маленький соответственно моргидж был больше от из-за этого меньше положили значит больше моргидж соответственно больше интересно платили но не в этом дело мы 200 долларов доплачивали это продолжалось может быть там года полтора-два потом рент потихонечку рос мы перестали доплачивать потом наоборот даже прибыль стал получаться там и тогда и к чему я говорю что иногда бывает что и про продать как бы смысла нет а бывает что есть есть смысл продать продал нет смысла продать ну давай конечно выгоднее сдавать когда ты сам рядом живешь когда ты сам подскочил там показал квартиру там подписал контракт собрал деньги и у тебя нет расхода с этим связано если бы допустим эта квартира у нас была мы бы уехали в лос-анджелес так как бы мы тогда ну значит мы наняли бы риэлторы риэлтор бы рекламировал эту квартиру сдавал показывал собирал деньги соответственно брал бы с нас за это какие-то деньги ну символически можно сказать что за это берут там за мейнтенанс берут месячный рент но за сдачу берут еще месячный рент то есть вот так хотя на самом деле вы понимаете что какое-то время квартира может стоять неизданная вы понимаете что там надо какие-то ремонты делать и одно дело ты сделал ремонт а другое дело совершенно посторонний человек ну там что-то такое да там машину стиральную поменял там и тогда поэтому конечно эффективность снижается но что получается вот даже когда вы доплачиваете в месяц там 200 долларов но все-таки жилец вам дает какие-то деньги вы этими деньгами ну я боюсь собрать ну скажем там 1300 допустим он там 1100 платила 200 мы доплачиваем но ведь эти 1100 которые клиент жилец тебе платит эти деньги же выплачивают твой моргич потихоньку и если эта квартира простояла сколько-то времени да и даже ты все это время 200 долларов докладывал на самом деле это очень выгодно было потому что ты выпал получаешь выплаченную квартиру выплачены в основном деньгами других людей о чем речь вообще поэтому дальше значит если эту квартиру например не продавать а держать и снова держать и продолжать держать и в какой-то момент вы допустим выходите на ретармент или вы думаете вот какой у меня есть доход за пределами того что я зарплату получаю ли я пенсию получаю но если квартиру уже выплачено значит это чистый доход сейчас такую квартиру снять 3000 стоит в месяц ну минус там я не знаю какие-то расходы но если она выплачена какие там не бог весь какие расходы там две с половиной у тебя чистые чистая прибыль слушай так если у вас таких квартир 2 к моменту выхода на пенсию так это 5000 вот я к чему рассказываю можно продать и уехать и забыть и с концами а можно не продавать а можно еще прикупить потом видишь еще деньги освободились еще прикупить это зависит от вашего как бы так сказать состояние от вашего отношения к долгосрочным обязательствам потому что та картинка которая вам рассказывала такая позитивная очень а бывает человек набирает и он доплачивает вот этот негатив кешфлоу он его компенсирует тем что в зарплату получает а дальше он потерял работу ему нечем доплачивать и у него рушится все у него забирают за долги все и он еще должен может остаться при этом таких сценариев тоже очень много поэтому чем как бы сказать агрессивные люди это делают соответственно кладут меньше денег down payment тем больше риск что когда у них какое-то время не будет денег соответственно они они все потеряют если они кладут больше в down payment то соответственно у них меньше риск что-то потерять или или вообще никакого риска что-то потерять допустим то что аренд даже в не самых хороших условиях например в состоянии покрыть этот дом то есть его нет его не можешь потерять но начинается это это сложно все это гораздо сложнее чем тот вопрос который сейчас был задан но значит как американцы поступают а кто как мать бывают молодые ребята так потихонечку прибирают прибирают у них растет 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 а бывает и моего возраста народ вообще даже не смотрит не думает тут купил там продал тут потерял вообще не интересную потерял отрезал пошел дальше от человека зависит и я вас уверяю поэтому все абсолютно мыслимые и немыслимые комбинации приоритетов имеют место быть так что вот такая история счастлива